Он совсем не спал. Он не переутомится? Но я завидую тому, что у него так много работы. Ты все еще любишь Рену? Нана так и не ответила на этот вопрос. Но если бы она его не любила, она нашла бы слова для своих воспоминаний. Она ушла, чтобы увидеть Рену. И в здравии, и в самой темной войне. Вот только ты надеял меня сначала. Рен подарил мне любовь к пению. Он учил меня играть на гитаре. Он дал мне что-то, ради чего можно жить. Рен, ты помнишь? Нашу первую встречу. Был сильный снегопад, как сегодня. Помню. Правда? Месколько лет назад на рождественском концерте. Два года и три месяца назад. На тебе было только красное платье. Да. Ты не можешь помнить все мелочи. Я не смогу забыть, даже если захочу. Ты была тогда в таком жутком настроении. Никогда такого не видел. Что такого несет, что просто стояла как вкопанная, уставившись на меня? Я подумал, черт, что это с ней? Как же она бесит? Потом после концерта ты зашла, вместе с Нобой за кулисом. И представилась? Уже некуда. Так мрачно произнесла Янану. Вот так. О, конечно, нечего было сказать. Потому что меня достала отружающая меня дерьмо. Вот только ты найди меня сначала. Даже если я не в твоей стране. Ты спокойно расстаешься с Реной. Даже если ты с ним не в одной группе, ты не можешь жить с ним. Я этого не сделаю. Нана, все хорошо. Он сказал, что никогда не считал тебя обузой. Этот твой бой никогда не изменял тебя. Значит, он и правда тебя любит. Да, знаю я это. Знаешь, хорошо, но... Но... Ты не собираешься уже на жизнь за содержание у Реной. Я всегда была одинокой. Я больше не хочу чувствовать себя одинокой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова